Это Вести Утро. Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенджева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. В горах местами минус 2, плюс 3. В днём плюс 20-25 градусов. В горах местами до плюс 15. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-9. В днём плюс 21-23 градуса. Одним из значимых событий празднования Дней Карачаева-Черкесии и её региональной столицы стало открытие обновленной каскадной лестницы в парке «Зелёный остров». Участие в торжественном мероприятии приняли представители органов исполнительной и законодательной власти в Республике и Черкесске. Танцы народов Карачаева-Черкесии стали символом единства людей, проживающих на этой земле. Далее участники праздника прошествовали по красивому и удобному спуску к главной достопримечательности города. В парке культуры и отдыха их ожидали увлекательные детские игры и представления. Настало время нашей рубрики «Афиша». Мы подготовили для вас актуальные мероприятия в Республике, а также новинки в мире кино. Что стоит посмотреть? Ловите подборку. Сегодня стартует конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023». Организационно-методическая встреча состоится на базе 19-й гимназии Черкеска, а торжественное открытие пройдет в амфитеатре на Зелёном острове. Конкурс будет проходить в течение пяти дней. Финал и торжественное закрытие состоятся в пятницу. В картинной галерее Республиканской столицы завершается персональная выставка член Союза художников России Хусейна Гагу и «Вам мой край родной». А в Краеведческом музее Черкеска представлена экспозиция археологии с элементами материальной культуры древнейших племен и народов, проживавших на территории современной Карачаева-Черкесии с эпохи Каменного века до позднего Средневековья. И о кино. Российская премьера «Я делаю шаг», а выпускнике педагогического института Саши Макарове, вынужденного после получения диплома вернуться в свой родной город и начать работать учителем литературы. Казалось бы, вполне обычная ситуация, но проблема в том, что из-за дислексии Саша с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале. Мировая сенсация премьера «Звук свободы». В ходе операции по борьбе с торговлей с детьми специальный агент Тим Баллард освобождает панчика, который рассказывает ему о своей сестре, оставшейся в руках жестоких торговцев. Понимая, какая чудовищная судьба ждет девочку, Тим решается на невероятно опасную спасательную миссию в джунглях Колумбии. А создатели кунг-фу «Панда» и «Шрек» навсегда для самых маленьких зрителей премьера «Пернатый патруль». Вы слышали когда-нибудь об орле, воспитанном курами? Эта история как раз о таком, но инстинкты взяли свое. И когда наш герой оперился, он отправился на поиски себя. Невероятные путешествия привели его в Птицеград, где орел не только нашел своих родственников, но и новую цель – стать членом команды «Пернатого патруля». Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи! Продолжение следует...